Бесмилля. Роман Раджиевич, благодарю вас за представление. Я очень признателен Казанскому федеральному университету, лично господину ректору Решату Равкатовичу, директору института, нашему коллеге Айдарью Юрьевичу Хабыдинову, что уже на протяжении более чем 15 лет у меня есть потрясающая возможность сотрудничать с ведущим университетом нашей страны, встречаться со студенческой молодежью, с учеными людьми и вместе, совместно решать те насущные задачи, которые есть у нашего общества и которые вообще есть в повестке дня современного. Наша тема обозначена как обновленческое мусульманское движение 19-20 века. И почему это актуально? Вообще в стенах государственного вуза, светского вуза, говорить о религии и говорить о таком направлении мысли, как обновленческое движение. Если вы внимательно смотрите за повесткой дня, несмотря на развитие передовых технологий, несмотря на то, что уже совсем недавно великий Ницше объявил о том, что Бог умер, казалось бы, Западная Европа уже прозглашает основы материализма как такие фундаментальные основы современности, а при этом мы видим, что значительная часть мусульманского мира и не только мусульманского живет по канонам, по лекалам своей религии, а исламская религия – это 1400 лет. И казалось бы, ну что общего может быть с нами, с Казани, с Татарстаном и то, что творится в Багдаде? Ну, пускай там убивают они от имени Бога, от имени Ислама, но это же никак не касается нас, россиян. А на самом деле, когда ты живешь в таком ином измерении, веке технологий, все, что происходит там, все, что говорят там, заявляют там, читается там, с проповедей становится днем насущным и насущным для тех людей, которые проживают здесь, возможно, учатся рядом с вами, но при этом заражаются идеями, взглядами тех, кого они слушают. И вот, вот это, на мой взгляд, очень важная проблема, которая после трагических событий во Франции, когда один из студентов российского, скажем так, происхождения, чеченцевого происхождения, отрезал голову преподавателю за то, что тот, согласно его пониманию закона, нормам Французской Республики, хотел рассказать о дозволенности изображения карикатур на пророка Мухаммада. Он явно не хотел оскорбить пророка Мухаммада и мусульман, но хотел подчеркнуть, что он в светском государстве, в коем является Франция, где верховенство закона, конституции доминирует, есть право и возможность свободно высказаться абсолютно любому человеку. И нет никаких табу. И вот журнал «Шарлейбдо» показывает, что оно спокойно может критиковать и Иисуса Христа, и Моисея, и Мухаммада, и Библию, и Коран, и Холокост, и много-много-много тем можно перечислить. Но при этом есть определенные когорты людей, именно из мусульман, которые не готовы это терпеть и воспринимать. Одно дело тому, что христиане, пускай за свои ценности отстаивают их и как-то решают, а вот мусульмане решают так. Если нету верховодства закона, если закон бездействует, если виновник не наказан, я встаю, беру нож, режу голову, убиваю и так далее. И почему эта тема актуальна? Ведь это не только во Франции, в Германии, в ряде городах Российской Федерации, в конце концов, в той же республике Татарстан, буквально недавно был террористический акт с религиозной окраской. Но в конце концов, всех нас потрясло событие 11 числа, когда мирные школьники пострадали от рук уже не исламиста, террориста, а такого же бывшего сокурсника, который учился в этом же заведении, но расстрелявшим мирных граждан, детей, своих, в какой-то степени коллег. И вот нам очень важно понять в рамках дискурса, а вот религия, в данном случае ислам, насколько она формирует у своих адептов-последователей вот такое агрессивное поведение. Заложено ли это в самом Коране, в сунне пророка Мухаммада, исходят ли эти установки в священных писаниях, в основах религии? Очень часто, читая востоковедов, исламоведов, апологетов других религий, вот даже последняя моя встреча, такая полемика с отцом Василием, который работает также в Казани, в православной семинарии. Вот он пытался сказать, что вот эти элементы насилия, они есть в самом Коране. И цитирует аят из Курана, взятый из контекста, что вот Бог Коране говорит убивать неверных, и так далее. Понимаете, и вот эти вещи я все накидываю, сначала вам для осмысления сознания. Ведь когда тот же президент Франции Эммануил Махрон говорит о том, что необходимо реформировать ислам, ему вторит вице-канцлер Германии, Австрия принимает законы, и вот уже целый Евросоюз, огромный институт, государство, в которых проживают десятки миллионов мусульман, в совокупности порядка 25 миллионов мусульман, не включая Российскую Федерацию, уже принимаются законы, которые ограничивают права на обучение, в школе, если ты не разделяешь эти принципы, если ты не разделяешь такие принципы, которые, условно, для нас, может, принципы, когда ты называешь отца и матерью, отцом и матерью, но в рамках уважения их ценностей ты должен назвать родитель один, родитель номер два, и так далее. Нужно много таких вещей накидать. И вот для меня очень важно осмысление истоки. Откуда же все-таки истоки? Вопросов трактовки, в образе жизни, или же в нежелании прогнуться под изменчивый мир и сделать религию в какой-то степени вот такой восприимчивой к новым технологиям, к новым вызовам. Но если вот во всем мире заговорили об этих, о тех или иных явлениях, почему мусульманский мир должен быть какой-то в стране отдельно? У него должна быть своя повестка дня. Вы знаете, в этом плане вот русская православная церковь по большому счету порой не отличается от той риторики, которую говорят во многих мусульманских странах. Защита консервативных ценностей, защита своего чего-то традиционного. Конечно, у нас возникает вопрос, а что есть традиции, что есть консервативные ценности, у всех они могут быть инаковыми. Согласитесь, вот в качестве примера аморально или не морально многоженство. Например, для православного христианина наличие второй, третьей, четвертой жены это не просто вопрос, то что шариат разрешает по Корану, Бог разрешает, а вопрос явно греха, как минимум порочного образа жизни, а для мусульманина это одно из разрешенных Богом благ, который в обществе должен реализовать, если оно имеет социальные проблемы и недостатки. Вот возьмите статистику по 21 году, за первый квартал сокращения россиян 270 тысяч. В течение года мы получим более миллиона человек. И это при том факте, что мы активно раздаем паспорта жителям ДНР, ЛНР и других регионов не Российской Федерации, но даже по нулям мы не в состоянии выйти. Поэтому неудивительно, что те или иные политики время от времени говорят о допустимости многоженства в нашей стране как некой правовой нормы. Как некой правовой нормы. Вот поэтому вот эти вопросы они всегда во всю эпоху будут актуальны. Но мусульманский мир, он развивался в течение 1400 лет. И вот был период золотого рассвета исламской культуры цивилизации, когда свои границы от Франции до по большому счету Китая, исламская империя имела возможность управлять этими землями и быть в какой-то степени законодателем моды, традиций и культуры арабского языка в том числе. Ну вот мы пришли к эпохе, началу нового времени, когда французы вступили на египетскую землю, я про Наполеона говорю, вслед за ним голландцы на отдельные регионы, мусульманские земли вступили, потом англичане проникают на Хиндустан, и вот здесь у мусульман, у богословов и у рядового населения начинает рождаться внутренний вопрос, а почему? Вот несколько столетий мы управляли всем миром, от Парижа до Сианя. Бог отвернулся от нас, мы отошли от правильного понимания религии, от исповедания своей религии, почему Бог изменил исламскому оружию, исламской доблести, и христиане, в понимании мусульман неверные, смогли победить. Разве же Бог дарует победу неверным над верными, над мусульманами? И вот рождаются такие банальные вопросы, то есть пока нет ни политики, ни экономики, а вот на уровне восприятия каждого индивидуума человек задается вопрос, почему? И вот мусульманские алимы, богословы той эпохи, чувствуя повестку дня, они начинают искать эти ответы. А, например, чуть-чуть раньше забегая, вот подобная проблематика стояла во время монгольского завоевания Чингисхана, когда так глобально впервые в истории вот эти земли ислама, дар-уль-ислам, если говорить уже классическим языком, Мавира-Нахра, Харасана, попали под владычество Чингисхана и его потомков. Уже богословы 13-го столетия встречаются с вопросами, а как жить под немусульманским правителем? А как исповедовать свою территорию? И главный вопрос, а с этого момента наша земля, дар-уль-ислам, в какую категорию попадают? Дар-уль-харб, дар-ус-сульх. Это уже не дар-уль-ислам, ибо не мусульманский правитель управляет твоей землей. Это 13-й век. Что произошло с нашей родной Российской империей? Вы знаете, по сути дела, до конца 15-го столетия огромная европейская часть нашей страны это Алтын-Урда, Золотая Орда, в которой ислам, государственные религии со времен Узбекхана, где в православных церквях духовенство молится, молит Бога о неспослании здоровья, благоденствия, благополучия за ордынских ханов, и в их понимании они часть мусульманской традиции, культуры, но которая не пытается изменить их код, их веру, как бы поступили, например, тефтонцы и другие немецкие завоеватели в ту эпоху. И вот это наследие исламских земель Казанского, Астраханского, Сибирского, Нагайского и чуть попозже Крымского ханства становится все территорией куфра, неверных. И вот мусульман возникают вопросы, а как жить под пятой белого, русского, православного царя? Как вообще религиозные свои функции выполнять? Нужно ли читать пятничную молитву или не нужно? А как производить согласно нормам шариата дело производства? Развод, венчание и так далее. Если сейчас мы с вами живем в светском государстве, когда тебе все понятно, идешь в школу, детский садик, в ЗАГС, развод, имущество, есть закон, которому ты подчиняешься, но люди той эпохи живут согласно своим нормативам, нормам и своим законам. Для мусульман это шариат, для православных это основа их религии, и вот у мусульман вот эти вопросы возникают. И мы приходим к тому, что ранние мусульманские ученые той эпохи, таких богословок, как Курсави, они понимают, что если ничего не делать, если нет рефлексии, если нет осмысления твоей мусульманской традиции, то жить вот в океане людей иного вероисповедания или иных взглядах чревато многими последствиями, как и отставанием и так далее. Более подробно эту мысль уже возвращает уже казанский богослов Шихабудин Марджани вместе в соработничестве своим учеником Хусаином Фаисхановым и уже к середине 19 века Фаисханов, будучи сам выпускником татарских медресе, пишет известную работу Ислах Альмадарис «Реформа медресе», понимая, что если татарская нация хочет быть конкурентоспособной по отношению к русскому населению, если ее бизнес-элита, промышленники хотят заниматься крупным бизнесом и быть купцами первой гильдии, а не просто быть «принеси-падай», если земли мусульманских территорий Башкирии и других не хотят, чтобы были выкуплены и мусульмане были наподобие холопов или где-то может быть крепостных рабов, нужно смотреть в корень, а в корень это поменять систему религиозного образования. И Ваисханов Мадарисов и Ваисханов говорят, необходимо преподавать как минимум светские предметы, необходимо преподавать русский язык и объяснять, что изучение русского языка это та необходимая норма, если ты живешь в русском государстве среди русского населения. Вот сейчас нам это кажется смешным, банальным, сейчас наоборот надо выступать за то, чтобы изучать татарский язык в школах не факультативно, а как обязательно язык, как это было в советское время или совсем недавно. А вот раньше была другая повестка дня, как изучить русский язык. И несмотря за такие, на наш взгляд, сейчас как бы примитивные мысли идеи, соратники Фаисханова объявили ему анафему. Сказали, ты хочешь привить нам европейские немусульманские ценности, ты призываешь нас к убытаблению кяферов, чтобы мы одевали шляпы, пальто, говорили на русском языке, пили кофе, пили чай, а может еще и сигаретку покуривали и так далее, и так далее, и так далее. И вот начинается такая очень серьезная полемика. И вот Фаисханов, как и раньше до него предшественники, вот столкнулся, с одной стороны, есть традиционалисты, ригористы, как угодно их назовите, консерваторы, я не сторонник вот таких жестких каких-то заявлений, потому что, ну, каждый рассуждает свои позиции. Вот они рассуждали, если отойти от фундаментальных принципов, норм, сегодня вы одеваете шляпку, завтра выходите в публичный дом, послезавтра от вас, как от мусульманского вашего самосознания, языка, имени, ничего не останется. Фаисханов приводит другие аргументы, что наоборот, если вы не будете идти в ногу со временем, не будете реформировать ваши учебные заведения, если у вас не будет национальной прессы, газет, журналов, если вы, а как вы будете отставить свои права? Понимаете, мусульмане говорят, нужен парламент, или вы идете в парламент, будущую думу, и там говорите о своих проблемах, нуждах, и делаете это красиво, не с помощью вооруженного восстания, а делаете это как принято уже в европейском обществе, с которым Фаисханов конечно был знаком. И вот мы видим, что в середине 19 века начинается такая серьезная полемика в Российской империи. Примерно в это же время такие же процессы происходят в Египте, который, будучи частью Османской империи, в 19 столетии во времена реформ Мухаммада Али переживает такое становление и осознание как национального государства. Понимаете, вот есть система халифата, где один халиф, и без халифа мир не может управляться, потому что халиф это тень Бога на земле. Нет халифа, без его ведома ничто не происходит. А здесь появились деятели общественно-политические говорят, замечательно, халифат, ну у нас свое национальное государство. Вот такие призраки будущего национального государства Египет. И вот такие движения начинаются и в Индустане, которые, находясь под серьезным влиянием Британской империи, потеряла великую славу и могущество великих моголов. Помните Тадж-Махал и все вот эти великолепные сооружения. И вот вся империя, весь мусульманский мир, от Хиндустана до Магрева, Марокко, вот в таком круговороте нового осмысления религии и места, потому что они познакомились с новой традицией, с модерном, познакомились с христианскими миссионерами, с христианским бизнес-элитой. И уже не там, когда они диктовали свои условия, находясь на их территории, а когда все эти традиции, культуры пришли в мусульманские земли и стали закладывать нормы и правила поведения. Вот возникает вот эта такая реакция и рефлексия. Мусульманско-богословская мысль, наверное, так бы и продолжала развиваться, а российские мусульмане оказались на передовой, во многом предвосхитив неомодернистское движение в исламе и предвосхитив модернистское движение во всем исламском мире. Понимаете, это вообще очень уникальный факт, которым нам надо ценить, дорожить, что мы, наши российские мусульмане и богословы оказались впереди даже тех процессов, которые были на мусульманском Ближнем Востоке. Один из самых первых парламентов, активное участие мусульман-депутатов 1, 2, 3, 4 созыва. Мусульмане дошли до такого святотатства, понимания мусульман, классическом понимании, что женщину Мухлису Ханумбуби избрали Ашкадыя, судьей, шариатским судьей, и причем избирали ее на свободных выборах, голосами имамов, мужчин. Понимаете, вот сейчас опять же говорю, вам трудно осознавать весь пафос произносимых мной слов. А вот кто помнит более раннюю эпоху, когда указывали роль и место женщины. Вот я сейчас вернулся из Ташкента, и тамошние татары говорят, Хазрат, ну скажи-то этим имамам местным, ну почему, говорит, женщинам они запрещают ходить в мечеть. Вот у нас, говорит, всегда, женщины ходили в мечеть, и никаких же проблем нет. У меня, говорит, приехала моя татарская мама, бабушка из Москвы, я, говорит, ее переодев, тайком завел, говорит, в мечеть, чтобы показать ей мечеть. Для нас, как бы, такой повестки вопросов, повестки дня нету, проблемы, чтобы женщина ходила в мечеть, молилась, изучала ислам, а вот есть соседние республики, где эти вопросы, эмансипации, феминизма, прав женщин, как угодно их называйте, они уже опять возвращаются в повестку дня. Поэтому, с одной стороны, вот мусульманские теологи 19-20 века понимали вот этот весь огромный инструментарий, если ты хочешь быть конкурентоспособным, остаться в истории, оставить свой след, реформировать школы, иди в парламент, имей свои журналы, газеты и свою подлинную национальную элиту. Чуть попозже, уже в 20 веке, мы получим национальные театры, музеи, светские школы, светские газеты и вообще, вот переформатирование всего того, что мыслилось сугубо религиозным языком. В 21 веке, после смерти Мусы Джаруллахабигиева, нашего российского теолога-богослова, в 49-м году в Каире он скончался, можно сказать, что теологическая, неомодернистская, реформаторская мысль прервалась. Страна Советов уничтожила все и вся, уничтожив 99% мусульманской инфраструктуры, имамов, медресе, школ, и, лишив нас возможности быть приобщенным своему наследию посредством языка. Язык два раза изнасиловали, сначала переведя его с арабской графики на латиницу, потом с латиницу на кириллицу, и вот сейчас опять же во многих странах постсоветского периода, в том же Узбекистане, Казахстан, опять уже четвертый раз пошло насилие, теперь переводят с кириллицы опять на латиницу, и уже спрашивая, задавая вопросы у местных жителей, ну как, процесс прижился, читают ли современные казахи, узбеки латиницы, нет, говорит, не прижился, вот как читали по кириллице, так большинство и читают, это не только на уровне рядовых граждан, даже, говорит, дело производства, документа оборот до сих пор на кириллице, хотя уже несколько десятилетий прогласили новые старые тенденции, вот, поэтому вот эти процессы, они на самом деле очень актуальны, мы можем жить в светском государстве, жить вот своими тиктоками, инстаграмами, фейсбуками, чем угодно живите, вы можете думать, что это все где-то далеко, вас не касается, нас никого не касается, но только я вас всех призываю обращаться к статистике, когда ты берешь статистику и смотришь, как меняется численность мусульманского населения в стране, за счет миграции, средней Азии, за счет внутренней миграции, Кавказ, за счет демографии, большого рождения, новые моды на многоженство, которые на Кавказе, Средней Азии, это становится вообще не просто модой, а как, знаете, такой вот пароль, если у тебя нет второй жены, значит, ты вот что-то неполноценное мусульмане, нормальный, хороший, добротный, мусульманин, мужчина, должен иметь как минимум две жены, это есть уже в повестке дня, плюс хичабы, плюс халяль-индустрия, плюс наличие мечети, медресе и всего-всего-всего. У кого-то может быть негативной к этому реакцию в контексте понаехали, другие говорят, исламизация, третьи говорят, вот начинается мракобесие, эпоха мракобесов. А как вот быть вообще в современном обществе? Вот тебе хочется пирсин, да, вот ты не хочешь в хичабе ходить, да, ты себе считаешь, что ты имеешь подобное право ходить как тебе угодно, но почему-то своему соседу или соседке, если он пришел в хичабе, ты лишаешь его этого права, ты уже какой-то не такой, неправильный. А что есть правильного? Я поэтому считаю, что это очень непраздные вопросы, они актуальны, и поверьте мне, вот мое наблюдение только за двумя республиками, Узбекистаном, Казахстаном, но можно еще Азербайджан взять, то, что я, например, 10-15 лет представить себе не мог, такими стремительными темпами происходящую исламизацию, я вижу, что сегодня это вот реалполитик, на самом деле оно имеет место быть. И здесь вопрос, а вообще религия в современном обществе, а как она может существовать? Когда есть искусственный интеллект, когда многие религиозные аспекты опровергнуты наукой, казалось бы, да, рождение ребенка, происхождение человека, и много-много-много аспектов, мы в своих религиозных учебных заведениях с этими вопросами сталкиваемся. Я уже не говорю о развитии теологии, как науке, например, библеистика. Посмотрите, как протестанты и католики вообще библеистику развивают. Многие пассажи, библейские пассажи, они не выдерживают критики, прежде всего, со стороны самих библеистов, религиозных авторов, которые говорят, ребят, ну как же можно говорить о всемирном потопе Ноя, если наука доказывает, что это как минимум был локальный потоп. Как можно говорить о тех или иных людях, согласно Библии, которые жили там по тысячу лет, если вот найденные останки человека говорят, что вот жизнь на земле была уже не 50 тысяч лет, 60 тысяч лет, согласно иудейскому лету исчисления, со дня сотворения первого человека Адама, а уже миллионы лет. Очень много того, что не бьется и накладывается серьезная проблема. Есть ли место религии в обществе? Если есть, то в каком формате? Если есть, какова ее функция? Если ее функция регламентировать от вздоха до смерти, одно кто-то воспримет, кто-то, наверное, не воспримет. Если религия несет в себе функционал этики, я все время привожу пример, вот как красивая и дорогая машина. Можно сесть на гоночную машину, разогнаться, там 200-300 километров и куда-нибудь в кувет улететь. А вот религии в этом плане как хорошие тормоза. Они все время тебе напоминают, тебя вот ближе к земле, на землю опускают. Вот хороший пример пандемии. Казалось бы, вроде бы, наука так шагнула вперед, медицина так шагнула вперед, а по факту от одного чиха весь мир уже второй год сотрясает. Не можем не путешествовать, болеем по второму, третьему разу, вакцины нормальные, так и никто сделать не может, хотя объявляет, что самые лучшие у нас или у тех, но проблемы это не решает. Вот. И вот эти вопросы, наверное, вот сколько существует религия, они всегда будут актуальны. Потому что вот все по спирали вот так вращается, сегодня твое государство претерпевает вот пик модерна, когда ты говоришь, да, Бог умер, нам не нужен Бог, вот мы сами решим, что такое хорошо, что такое плохо. Мы можем себя, по Франции, например, Германии, да, смотрите, прошло 20-30 лет, что такое современная Франция, Германия? Это 6-7 миллионов мусульман, или же североафриканского происхождения, или турецкого происхождения. Приезжая в Париж, или приезжая в Берлин, например, я вот не особо ставлю такой вопрос, что я не владею французским или же немецким языком, я прекрасно говорю, я говорю на турецком и говорю на арабском. Начиная от аэропорта, кончая размещение и размещение себя в отеле, накормление себя в любом ресторане, в любом ресторане, от самых дорогих фешенебельных до самых обыкновенных, я буду говорить на арабском или на турецком языке, и никто мне не нужен. И так оно и есть. И это становится нормой. И поэтому, вот как бы для них Бог и умер, может быть, они, казалось, нашли консенсус в своем обществе, а тут 6 миллионов мусульман, которые сдают новую повестку дня, новые видения развития твоего общества. И вот, на мой взгляд, вот тема такого обновления мысли, она всегда будет актуальна, потому что наше представление о Боге, оно ровно настолько актуально, как актуально время, в которое мы с вами живем. Вот на Марс высадились, Илон Маск, да, после того, как ты изучишь, что такое Марс, что другие планеты, твое представление о Земле будет совершенно иным. Люди, которые жили тысячи лет назад, действительно, глядя на небеса, они представляли, что Бог вот там где-то на небесах. Помните известную историю, которая в интернете гуляет, когда Гагарин вернулся с полета. Один из ключевых вопросов, которому наш генсек спрашивает, ну что, говорит, Бога видел, с Богом встречался. Вот такое своеобразное восприятие Бога и религии в контексте 20 века. Да, в 21 веке мы совершенно по-другому будем смотреть и представлять Бога, место и роль религии. И даже то, что нам возможно будет считаться сейчас, казаться сейчас атовизмом или устарелым, или таким ретроградством, вот, вот смотри, те же маски. Ну, кто-то смеется на этих женщинах в хиджабах, подкалывает их и говорит, вот как ниндзя ходят они в масках таких. Да все, весь мир оделся в эти маски, осталось только два глаза. Ничего, нормально же, два года можешь так ходить, мучиться. А вот женщины делают такой осознанный выбор и считают, что это часть их культуры. И почему ты должен посягать на мою культуру и ничего не говорить о собой. Вот где вот эта линия, понимаете, вот раздел, где надо остановиться? Чтобы не перейти границы, не заниматься таким внутренним миссионерством или апологетикой, что вот ты неправильный образ жизни ведешь, я тебя проведу к исламу и мы с тобой будем исповедовать Бога. Или наоборот. Это, думаю, что такие вечные вопросы, которые всегда будут в повестке дня. И завершаю. Потом, я думаю, что если вопросы вас будут, зададите вопросы. Вот в России тоже, как я сказал ранее, в какой-то степени заявляет о консервативных ценностях. На фоне того, что происходит в Западной Европе, мы считаем, что Россия богохранимая, благодатная, богоданная и так далее, и так далее, земля. Вот. Ладно, что Манижа, Моргенштейн и все остальные, все эти посылы, заявления в одночасье перечеркивают. Но, все-таки, политические заявления эти есть. И вот, совсем недавно, в России теология была признана как наука. Очень много было дискуссий. Одно дело, там наука, химия, физика, математика, но история, философия, теология. Но как можно Бога доказать с научной точки зрения? То, что ты не можешь ни попробовать, ни пощупать, ни увидеть, это же только твоя внутренняя вера. И не более того. Вот, несмотря на все, наши апологеты теологии приводили хорошие аргументы. Ну, посмотрите на Западную Европу. В конце концов, в том же, в Кембридже, в Оксфорде, в Америке, в Гарварде, в других старинных университетах Западной Европы теология же существует как наука, и никто же этому не противится. Поэтому, да, и наша страна пошла по этому пути, признав теологию как науку. Это говорит о том, что страна нуждается действительно в серьезных специалистах, исламоведах, востоковедов, арабистов, которые профессионально будут этим заниматься. Вот, если вы арабисты, я вас с этим поздравляю. Поздравляю с тем, что вы без работы не останетесь. Работы на самом деле очень много. Вот, я заметил последние буквально две-три недели в Москве около Красной площади в Гума, вот эти арабы из Саудовской Аравии, Катара, их просто стало очень много. Я привык к такой картине во Париже, там где-нибудь в Вене, ну, на худой конец в Нью-Йорке. Ну, когда это всего много в Москве, ты понимаешь, а какие следующие вопросы зададут вот эти приехавшие люди. Ну, сходил ты, Красную площадь посмотрел. Потом вопросы инфраструктуры, а где можно помолиться. А оказывается, что мечети в Москве всего лишь четыре, особо молиться негде. Следующий вопрос о халяль-питании. Во Франции, например, этот вопрос вообще в повестке дня не стоит. Когда в одном из фешенебельных отелей я спросил, у вас питание халяльное, меня чуть не отругали с такими глазами. Какие себе вы позволяете вопросы? Конечно, халяльное питание, если мы работаем с арабским миром, с арабскими странами и хотим привлечь их инвестиции в нашу экономику, конечно, у нас халяльное питание и халяльное мясо. А вот Россия к этому не готова, потому что, да, с одной стороны, мы говорим, что в экономику нужны инвестиции, но, извините, а должны быть специалисты, должны быть профессиональные арабисты, которые это все исследуют, которые элементарно могут предоставить услуги гида и так далее. Вот тем массам людей, которые приезжают в нашу страну. Поэтому я считаю, что действительно у нашей страны огромный вот этот мусульманский потенциал, который мы, к сожалению, не можем им правильно пользоваться. Я прекрасно знаю, какое испытывают восхищение многие мусульманские и богословы, и рядовые люди, и политики, когда посещают казань, когда действительно они знакомятся вот с этим мультикультурным мире, что можно, оказывается, мирно, дружно жить и христианство, и иудаизм, и ислам, и вообще безбожники, и люди разной формации, никто никого не принуждает, не убивает, не насилует. Знаете, это очень дорогого стоит сохранить мир в такое непростое время, но вот чтобы этот мир всегда сохранялся, надо получать очень высококачественное образование. А здесь, я вот обращаюсь к вам в данном случае уже как не лектор, а педагог, очень важно, конечно, повышать свой уровень профессиональный и вот бэкграунд. Какую литературу вы читаете? Там арабист? Ну, значит, надо постоянно, ежедневно слушать арабское радио и смотреть телевидение, потому что на слух, когда ты начинаешь воспринимать арабскую речь, у тебя оттачивается язык, ты изучаешь разные диалекты, ты изучаешь вообще формат общения как таковой. Если вы хотите быть востребованы и дорого оплачиваемыми профессионалами своего дела, надо, как говорится, на своем животе, в полевых условиях все это проползти, узнать и почувствовать. А для этого нужно на летний период времени не просто там на дачу к себе куда-нибудь уехать или на отдых в прекрасную Турцию или в Дубай не надо ехать, там же очень жарко. Вот. А надо заниматься практическими исследованиями в любой мусульманской стране, те же языковые курсы, практические курсы, и это будет очень вам полезно. В принципе, как любой лектор, наверное, я могу говорить долго и бесконечно, поэтому думаю, что будет более полезно, если вы обозначите круг своих интересов и каких-либо вопросов, и я, коли позволит мое знание и видение, отвечу на ваши вопросы. Все. Спасибо большое. Пожалуйста. Здравствуйте. Спасибо большое за очень замечательную лекцию. Меня зовут Дубина, я студент первого курса КФМО. У меня такой вопрос. Вы говорили о том, что создавались какие-то условия, которые позволяли исламу, скажем так, выйти на новый уровень. То есть это создание мусульманской думы, создание прессы. И таким образом создаваемые условия позволили мусульманам скажем так, больше взаимодействовать с условной элитой и получать от этого выгоду и, скажем так, дальше развиваться. И в чем же заключается мой вопрос? Если мы обращаемся к мусульманам, которые считают, что нужно достигать мира путем, скажем так, своей победы над неверными, путем оружия, какие условия нужно создавать для них, чтобы они как бы отошли от этой идеи и попробовали новые? То есть, надеюсь, мой вопрос понятен. очень замечательный вопрос. Очень замечательный правильный вопрос в том плане, что религия, хотим мы того или нет, всегда может быть частью политического ландшафта, традиции и инструментария. Независимо, это имеет отношение к исламу, к иудаизму, буддизму, индуизму или христианству. Потому что из разных эпох мы видим, что религия всегда использовалась как политический инструмент. Ну, вспомните известную дату 1204 год, когда, освобождая храм Господень в Иерусалиме, католики вошли в Стамбул, Константинополь и с удовольствием перерезали православное население Константинополя. Потому что в их понимании христианские собратья православные такие же еретики, безбожники, как мусульмане, а может быть, даже и хуже, чем мусульмане. Пожалуйста. Совсем недавние события в той же Бирме, а сколько десятилетий шли нескончаемые войны в Испании, Баски, в Шотландии. Поэтому религия всегда может быть таким инструментарием. И вот мы видели в 20 веке, в 21 веке пример так называемого ИГИЛ. Все известны. ИГИЛ, Дайш, когда халиф Аль-Багдади в принципе проглашает, что он все, что совершает от имени Ислама, он совершает в рамках канона Ислама. Я все время политологам и людям, которые приводят в качестве Дайш такой некий пример, я говорю, а надо спросить все-таки у спецслужб, которые создавали этот проект, всех тех, кто выпестовывал этот проект. Потому что однозначно, понятно и известно, что многие эти люди, личности и проекты рождались в стенах западных спецслужб и вообще за рубежом. Яркий пример этому, что лидеры многих подобных организаций движения базируются прежде всего в Лондоне, а даже не в своих мусульманских странах. Но отвечая на ваш вопрос, вот Аль-Афгани, осознавая вот эту, он сказал, нужно не просто реформировать вторичные какие-то вещи в религии, какие-то социальные программы и прочее, а нужно пересмотреть саму догматику религии, основополагающие вещи, и сказал, невозможно отрубить голову религии, кроме как с помощью меча религии. То есть, если вы хотите заниматься реформой религиозной мысли, то ею должны заниматься сами религиозные деятели, апеллируя к религиозному контексту. Поэтому, когда ты говоришь, что Коран призывает к убийству, ты говоришь Коран, прежде всего, если говорить, допустим, о том же убийстве, было сказано в таком-то контексте. То есть, очень важно, не выдергивая те или иные фразы, те или иные слова пророка Мухаммада из контекста, использовать их в политических целях. Но это было всегда. И сращивание государства, религиозных институтов, это часть политики. На примере мы это видели, например, в Египте, когда у власти был Гемаль Абденаср. Помните такого деятеля? Он был просоветским товарищем. Советский Союз строил инфраструктуры, платины и так далее. Пришел Анвар Саддат, ориентированный на Саудовскую Аравию, и начал такую религиозную реформацию, и все, что было с советской эпохи связано, началось закрытие этих проектов. Тот же Хосни Мубарак, выпускник нашего военного учебного заведения. Давайте далеко не будем ходить. Джахар Дудаев, когда мы с вами говорим в том или ином разрезе про чеченские войны, что вот исламисты хотели в генерал советской армии. Он вышел из Советского Союза, и весь его бэкграунд, стиль, понимание, это понимание советского генерала. Поэтому религия, она зачастую может превращаться в инструментарий для недобропорядочных людей, как и другие инструментарии в руках политиков, я никогда не забуду, когда выборы в Государственную Думу происходят, у нас поднимают любимые темы, например, мигранты, во всем виноваты мигранты, начинают их публично куда-то вывозить, что-то какие-то сооружения делать, потом проблематика заканчивается, говорят, нет, наоборот, для российской экономики нужны мигрантские руки дополнительные, это политика. Других нет вопроса? Давайте по одному мы сейчас с вашего разрешения. Меня зовут Мария, я студентка первого курса, и мой вопрос такой, каковы должны быть границы религиозного образования в школах, в светских школах? То есть, например, у меня на протяжении одного года был курс в школе факультативной, в котором мы изучили основы всех основных религий, и в принципе, как мне кажется, мне этого было достаточно. Но сейчас, когда теология признана наукой, должны ли быть расширены границы этого школьного образования? Спасибо, замечательный вопрос, очень имеет практическое основание. Мы с православными коллегами по этому вопросу имеем дискуссию, потому что именно, как ни странно, именно православные являются таким локомотивом, не мусульмане, который настаивает о тотальном введении в образовательную программу с 1 по 11 класс основы православной культуры. Более того, если вот сейчас мы имеем 6 модулей, 4 традиционных религий, едва светская этика или все мировые религии, то на самом раннем этапе обсуждения русская православная церковь считала, что необходимо преподавать только одну православную религию и с покойным отцом Селдом Чаплином у нас произошла полемика, где в этой полемике на то, что надо преподавать или все религии или другие модули, он сказал, кто не хочет изучать в нашей стране православие, пускай себе подыщет другую страну. Отец Селдом Чаплин предложил мне такой вариант самоликвидироваться на Луну из Российской Федерации, из местного его бытования. Ну, покойного плохого ничего уже не скажешь покойным. Вот. Я понимаю, что православные идут именно по этому сценарию. Признание теологии как науку это один из самых фундаментальных шагов для того, чтобы в дальнейшем открыть кафедры и факультеты теологии в государственных университетах, пропустить через эти кафедры и факультеты православные духовенства, чтобы они получили диплом государственного образца бакалавриат магистратуры аспирантура, а потом имея соответствующий диплом спокойно могли уже приступить штурмовать школу. Сейчас понимаю, что у них нету такого количества духовенства дипломированного, которое не нарушает закон, когда любой светский гражданин встанет и скажет извините, батюшка, религия отделена от государства, чего вы тут нам хотите преподавать? А светские преподаватели они не устраивают в данном случае я скажу и мусульман не христиан, потому что мой сын тоже будучи в свое время учеником средней школы рассказывал, как светские учителя говорят, якобы в вашем Коране лжепророк Мухаммад то-то-то-то-то. Но нас тоже такой формат не устраивает, когда светский якобы светский учитель очень предвзято рассказывает почему-то только об одной из четырех традиционных религий нашей страны. поэтому не готовы к такому культурному дискурсу уважительному поэтому говоря о будущем я уверен что все к этому тихонечко идет. Мусульмане отстают в этом процессе однозначно и в регионах с компактным проживанием тем более я знаю особую позицию республики Татарстан по этому вопросу что она всегда изначально была против преподавания всех этих модулей а склонялась к двум модулям светской этики или мировых религий и даже знаю что вот эти события 11 числа расстрелов детей он хотел быть приоревшен в такую политическую инструментарии когда сказали вот видите не преподавали в школах религию вот до чего дошли дети что они ходят и расстреливают мирных граждан поверьте это тоже имело место быть пожалуйста вопрос еще есть не стесняйтесь рад вас приветствовать у нас в Казанском федеральном университете один вопрос вот российская мусульманская умма по Волжье Кавказ мигранты как вы сказали существует ли у них у практикующих мусульман запрос на обновленческие движения переосмысления ислама во первых хочу напомнить что у всех народов по Волжье Кавказа Урала которые имеют отношение и к религиозной науке и вообще книге у них как минимум на уровне рефлексии есть память о том что это имело место быть и на Кавказе известные фигуры которых они упоминают и приводят в пример Али Каяева Башларова они об этом говорят на всех конференциях это представители обновленческого движения и то же самое когда мы татары или башкиры у себя в светских академических заведениях или в религиозной среде говорим о тех или иных фигурах мы произносим определенный известный набор курсавий Абдрахима Тазимани тот же Марджани и так далее это все тоже представители обновленческого движения поэтому как бы кто бы не пытался повернуть повестку дня в иное русло и сказав что нету запроса в обновленческом движении у мусульман они не правы потому что она конечно есть как и у богословов как у светской интеллигенции так и самое что важно у рядовой светских мусульман вот вы не сказали задавались вопросом почему столь популярен имам Шамиль Хазрат Алиудинов Шамиль Хазрат Алиудинов самый популярный российский мусульманский богослов его книги совокупным тиражом превышает миллионы экземпляров в Казахстане в Узбекистане во многих мусульманских республиках он более известная популярная фигура чем их действующие муфти их богословы и религиозные деятели почему потому что он не только пишет на русском языке который более понятен оказывается жителям мегаполиса Москвы и Санкт-Петербурга или тем же мигрантам и тем же кавказцам а то что формат этой подачи он очень живой он это не язык схоластики калама как например часто можно слышать в отношении Камиль Хазрата Самиулина вот такое возрождение богословие в его традиционном классическом понимании а здесь современные вещи да есть какое-то сочетание такого протестантистского момента хочешь быть триллионером помнишь хочешь быть счастливым приходи на сеновал хочешь быть счастливым триллионером пожалуйста изучай становись занимайся собой спортом читай правильно соблюдай здоровье и так далее и так далее и вот это все привлекает поэтому я считаю что и в этом уже примере можно сказать что запрос на обновленческое движение есть другой вопрос как глубоко мусульмане вообще готовы залезть в эту тему ведь большинство оппонентов которые хотят себя представить как оппонентами этого движения в абсолютном большинстве маргиналы не читающие эти труды потому что эти труды или не переведены или не введены в научный оборот или то что введено это в лучшем случае 10 процентов нельзя сказать о мнении того или иного автора богослову что вот он так мыслил зная всего лишь 10 процентов из его научного наследия они очень самостийные и на самом деле крайне оригинальные надо их всецело изучать осмыслять и брать конечно то что актуально для сегодняшнего дня рахмат пожалуйста здравствуйте меня зовут Тарасов Данил и вот мой вопрос мы знаем что уже очень давно существует некий конфликт культур религии и он тянется уже из истории много-много лет и если раньше все это разворачивалось войнами большим кровопролитием сейчас это уже слава богу не так но до сих пор случаются некие конфликты на почве религии происходят некие теракты некие вот такие убийства и мой вопрос вот в чем видите ли вы пути решения в этом религиозном образовании то есть если мы сейчас будем воспитывать наших детей да вот подрастающее новое поколение в рамках некой вот культурной терпимости какого-то толерантного отношения к другим религиям поспособствует ли это в будущем изменение ситуации спасибо тоже очень актуальный вопрос коллеги вот когда мои скажем так условные оппоненты нападают по теме джидидизма обновленческого движения я всегда одну вещь хочу напомнить что в конце концов джидидидское движение джидидское движение не породило нас насильников а войны на Кавказе в Средней Азии как правильно говорит Алексей Силович Малашенко они всегда происходили под знаменами суфизма вот хотят некоторые политологи исламоведы нам внушить мысль что из форм бытования ислама самый такой толерантный мягкий и так далее это суфизм но извините имам Шамиль легендарный имам Шамиль это шейх ордена юридское движение то же самое было в Северной Африке все эти движения вот джидиды наши татары башкиры и даже те же джидиды в Африке они не породили вот этого насилия потому что толерантность взаимоуважение к другим религиям это становилось одним из тем их дискурса уже Мусабигиев исследует вообще историю религии и говорит что ко всем религиям надо относиться одинаково как к неспособными богом и воспринимать все религиозные послания знаете вот для человека который жил в 19 веке когда происходили ригоризм между двумя татарами который был один на позиции консервативных других модернистских они друг друга терпеть не могли за то что тот пьет чай одевает шляпу одевает пальто и говорит на русском языке ему уже не давали права на существование а здесь Мусабигиев говорит эти вещи в ту же эпоху в отношении иноверцев что ваши религии тоже имеют право на существование коль бог вас создал ваши языки ваши традиции это надо изучать и воспринимать по другому поэтому я уверен что в школьных программах в университетах в научной среде вот эта тема должна быть сверх актуальная войны наверное конечно никогда не прекратятся даже независимо от религии войны не всегда имеют за собой основание только религиозную мотивацию мы видим в нашу эпоху это война и технологий война госкорпораций вот знаете сейчас самая актуальная тема для британцев и для американцев вирус имеет искусственное происхождение или это случайно кто-то чихнул понимаете от того каким ты придешь расследованием итогом можно предъявить триллионные счета Китаю за то что они искусственно создали коронавирус ковид-19 а если кто-то реально чихнул там и пошло пошло это претензия к Господу Богу за то что он попустительствовал возникновению подобного вируса который не смогли ни одни конфессии религии вместе взятых оказались не способными его остановить излечить а наоборот закрыли храмы запретили ходить туда прихожанам и Бог временно как бы смотрел наблюдал попустительствовал чтобы коронавирус гулял по планете вот такие моменты можно привести в качестве примера поэтому и арабские страны они сейчас активно Эмираты особенно Кувейт и даже Саудовская Аравия консервативная Саудовская Аравия которая ну и поверьте мне я жил учился в Саудовской Аравии в 90-х годах когда ты бедолага просто хотел сфотографироваться ничего-то там ужасное совершить взорвать убить там еще что-то просто сфотографироваться доставал полароид тебе подбегали полицейские с дубинкой иногда просто так забирали фотоаппарат чтобы засветить фотографию потому что в понимании элиты религиозной элиты 90-х годах сура харам тасуир харам фотографироваться запрещено прошло 20 лет всего лишь навсего все те кто в 90-х годах это запрещали говорили тасуир харам имеют свои аккаунты в инстаграме в фейсбуке в телеграме свои ютуб каналы передачи печатаются в газетах слушайте вас что за 20 лет бог иллюционировал он раньше был харам сейчас не халяль тогда объясните что такое шариат шариат это то что бог регламентирует или то что вы от имени бога регламентируете и вкладываете в уста божьи слова не имеющие к нему отношения а если это применительно к фотоаппарату а с какого перечень того что можно пересмотреть начали пересматривать вождение женщины автомобилем для нас для европейского населения это вообще не в повестке дня такое не должно существовать нормальное явление стал поехал надо детей привезти увезти никакой мужчина тем более многодетный не сможет всем этим заниматься а для мусульманской традиции есть понятие махрам в отсутствие махрама близкого родственника женщина не должна покидать дом и вообще где-то одна ходить там по кинотеатрам по кафешкам ресторанам макияжи и все остальное вот привет всей этой жизни Саудска будет очень консервативным государством понимает это надо пересматривать нужны нужны нормы нормы права вы хотите чтобы к вам ехали миллионы туристов как вот в Дубай оставляли свои да с одной стороны прекрасно все познакомятся с арабской культурой будут воспевать бурджули халифу бурджули араб но при этом приедут так называемые пороки и конечно же мусульманские теологи возвысит свой голос вот все плохое все негативное приехало оттуда но на самом деле это лишь только прежде всего популизм хочу вам сказать по той причине что пороки существовали независимо от общества западная европейская христианская мусульманская достаточно почитать и биографии и работы крупнейших мусульманских и теологов и историков что происходило в раннем арабском халифате первом втором третьем столетии и ты поймешь что никогда общество не было лишено вот всего того что мы можем назвать прогнивший запад который несет нам свои ценности и идентификацию и хочет нас порабощить своей культурой ну для риторики такой политической наверное где-то то нужно мобилизовать нацию на ратный бой а потом когда вот я вам не зря же манижу сказал с Моргенштейном да то есть когда Россию на Евровидении представлял болгарин Филипп Киркоров представляла Кац никто там не говорил вот он таджичка он не таджик еврей он или болгарин ну представлял представлял кому это интересно формат тот его смотрит кому нет он его смотреть не смотрит а из этого сделали целое политическое действие когда целый глава Совета Федерации вынуждена была прокомментировать сказать что слова это вообще дурные и песни ни о чем и как это может быть вот русскую женщину представлять вот такая нерусская женщина на Евровидение я вам специально привожу этот пример потому что это вопрос не просто культуры это вопрос самоиндификации вопрос политики а как вообще мы как россияне готовы воспринять другого образ другого и на самом деле мы страшные ксенофобы страшные ксенофобы страшные расисты и например такой город как Санкт-Петербург который во всех у нас считается культурной столице которая должна быть вообще впереди планеты всей один из самых ксенофобских городов где согласно статистике количество убийств на религиозной национальной этнической почве крайне высокая статистика вещи несопоставимые в принципе культурной столице с его музеями которые должны расширять твой кругозор твои знания представления о вселенной наоборот ты очень узкий ксенофоб вот поэтому это все известные вещи пожалуйста здравствуйте меня зовут Филиппов Максим хочется задать вам следующий вопрос вот на протяжении всей вашей лекции вы говорили о том что среди современных российских мусульман запрос на обновленческое движение он на лицо и нельзя его отрицать но в то же время мы как исламоведы и арабисты знаем что мусульманская община она не однородной внутри себя и не одномерно то есть я не говорю только о делении сунниты и шииты но и внутри суннитов есть разные религиозные группы которые преследуют разные цели и я хотел вас спросить можем ли мы говорить о неком консенсусе среди мусульманского богословия в России и не только в России насчет вот этих ценностей и вот этого движения и не можем ли мы опасаться того что разные точки зрения мусульман в России могут привести к ожесточайшим спорам в лучшем случае в худшем к столкновениям спасибо тоже очень интересный вопрос вот разнообразие так называемый плюрализм он проистекает и суть ислама любые мусульманские богословы любят цитировать несколько изречений одно из них разнообразие членов моей общины в этом божья благодать и другое изречение что любой алим богослов если занимается ичтихадом в поиске истины то он даже если ошибся совершил богоугодное дело а если он прав то он получит двойную награду поэтому разнообразие мнений и точек зрения это то что присуще исламу со времен сахабов сподвижников которые спорили между собой о природе халифата о природе бога о самых что ни на есть фундаментальных вещах кто достоин стать халифом после смерти пророка мухаммада али или же абу-бакр и кончая чуть уже чуть чуть более поздно через 10-20 лет в природе понятие грешника грешного человека и когда мы говорим что вот вы выбираете такие одиозные фигуры в качестве обновленцев обновленческого движения а скажите а кто из великих не был одиозной фигурой для кого-то для кого-то абу-ханифа основателя ханафитского масхаба для людей его времени он был самый что ни на есть идиозной фигурой которого выводили за рамки залона ислама и не считали мусульманином для кого-то такой человек как традиционалист от мозга до костей как ибн таймия который в салафитской ваххабитской культуре повестки дня считается апологетом салафизма послушайте что на нем говорят на кавказе у нас суфийские разные группы представители другого других точек зрения они не оставляют никакого местного ему на право существования на право мыслить поэтому вот такое разнообразие оно всегда было потому что в исламе нету института церкви все нету вселенских соборов чтобы собрались раз навсегда решили вот это истина в последней инстанции и никто никак ее не может интерпретировать по другому тот механизм который в исламе имеет место быть под названием иджма согласие уммы на самом деле этого согласия уммы в абсолютном большинством вопросов никогда не было всегда были свои точки зрения и вот это разнообразие и делало ислам на самом деле очень гибкой религией когда ты мог апеллировать то к одному закону то к другому в практическом плане это очень себя хорошо проявило в Египте когда после распада османской империи которые законно законотворчестве придерживался ханафитского права но ее население арабское население они тяготели или же к шафиизму или же к малекизму вот женщины приходили им нужно было развестись они шли к одному правоведу к ханафитскому или шли к шафиицкому в зависимости от того какое решение он принимал согласно своего масхаба если оно было выгодно женщине она шла к тому правоведу который в пользу нее на основании закона Божьего издал бы фетву это говорит о гибкости истамского шариата да здесь можно как кубик-рубик собирать и не попасться в так называемую ловушку потому что любой мысль о любой мысли о любой точке зрения ты можешь апеллировать к тому или иному авторитету сказав а это говорил такой-то в таком-то веке а Коран а Коран знаете это вещь понятная Господу Богу и наверное никогда невозможно осмысленной быть нами современниками потому что все имеет тавсир тавиль комментарии и что там было сказано в контексте 7 века не совсем может быть понятно в контексте 21 века но нигде при этом не сказано что-то истинно раз навсегда только так ее надо и воспринимать ибо это комментарий людей это человеческий гений человеческий разум вот как я арабистам говорю знаете в Коране встречается слово саяра современные изучающие арабисты какой первой ассоциации услышав слово саяра машина вот ты читаешь Коран мои студенты читают Коран саяра а почему машина говорит мы не поняли вроде бы в 7 веке машина а как это может быть вот первый вопрос очевидный а сколько таких вещей как вот читаешь арабскую поэзию любимый предмет нас баляга да арабскую поэзию и все время вопрос был к члену восприятие или воспевают любовь арабские поэта кому воспевают они любовь к женщине к девушке нет к верблюду к лошади а женская лирика есть как таковая есть но она происходит через восприятие лошади и верблюда для бедуина 7 века вот его были маркеры красоты мерила красоты что если твоя любимая возлюбленная уподоблена скакуну или верблюдице это вот эталон чего-то у каждого свой эталон в любую эпоху это вот надо понимать и воспринимать людей так как они были мыслили согласно 7 веку так же как пройдет небольшое время и наши дети будут смеяться когда вот мои дети видят там пластинки от видеомагнитофонов они говорят а что это за книжки у вас лежат я говорю это не книжки это видеокассеты а как вы смотрели я говорю так берешь вставляешь включаешь да а где-то такие вещи есть современный человек уже трудно понимать что надо куда-то вставлять что-то крутить потому что ты с телефона навел у тебя на весь экран показывает 20 лет за 20 лет мы очень кардинально вообще поменяли наш ландшафт и восприятие мира даже мы не совсем еще древние люди за 40 там 45 уже понимаем что на нашем веку эти 20 лет как будто прошла жизнь нескольких поколений о чем мы даже помыслить не могли как я рассказываю опять же лекции студентам говорю в 90-е годы отправляясь за 100 километров там на дачу мы к этому событию готовились несколько месяцев я детям рассказываю в смысле несколько месяцев я говорю бензина нет не было бензина нужно было по блату купить бензин слить не было машин машин не было на всю там деревню на там район 2-3 машины потом нужно было хлеб купить чтобы в деревню поехать а что у вас в деревне хлеба не было говорю не было его привозили из соседних городов если ты в 5 утра не проснулся ты оставался без хлеба а если в Москве у тебя не было блата то ты не мог там купить какие-то интересные продукты питания прошло 20-25 лет и уже рассказы про то что мандарины только едят на новый год а бананы это вообще ежедневным их можно ехать сколько наше поколение видело другое мир теперь я говорю студентам что сейчас куда-либо полететь это вопрос лени они говорят что вы имеете в виду говорю утром просыпаешься так руку тянешь если нащупаешь телефон думаешь так куда сегодня можно полететь в Вену в Барселону в Париж давай туда хоп-хоп заказываешь себе гостиницу самолет встаешь чистишь зубы внизу тебя ждет автомобиль и ты спокойно летишь это сейчас такая реальность если позволяют твои возможности а не окажись телефона под рукой потому что ну ладно в следующий раз поведай сегодня где-нибудь уж в московском ресторане а не в Париже не в Берлине это по факту стало так об этом 25 лет назад мы не могли никак вообще это помыслить но после было это невозможно а сейчас это норма через 15-20 лет я говорю наши дети о наших рассуждениях будут на нас смотреть как на ретроградов что очень примитивно мы оказывается мыслили рассуждали какие-то кнопки нажимали что-то чего-то там какие-то компьютеры носили когда можно моргнуть будет глазом переложить там что-то палец куда-то и все будет работать мысли будет считываться книги не надо читать языки не надо заучивать как сейчас достаточно включить какой-то аппарат и он будет автоматом переводить а лучше пальцем пальцем как аватар прислониться и ты прямо мысленно будешь передавать информацию в разном количестве и объеме вполне реально это становится и мы уже и мы уже с вами свидетелями этим глобальным преобразованием поэтому а как быть религии столь быстро меняющемся мире если она не будет осмыслять или делать попытку осмысления происходящего коллеги давайте последний вопрос спасибо Расул Тавдеряков вот то что назрела необходимость вот это тадждит да обновление это ну очевидно это все понимают но где вот как вы можете определить рамки вот этого обновления потому что сегодня например ну повестка дня сегодня либеральная очень громко звучит да и вот мы видим в Европе появляются имамы для геев они венчают гейские браки да сегодня очень популярное такое движение как феминизм и я вот смотрю уже какая-то даже научная база формируется под эти идеи да находят какие-то хадисы аяты высказывания ученых и так далее которые противоречат традиционному традиционному учению ислама и вот не получ то есть где вот эти вот врата не получится ли что мы откроем вот этот ящик пандоры и уйдем далеко-далеко и потом сами об этом пожалеем спасибо на самом деле опять же это из-за незнания контекста уважаемый рассоль что большинство этих работ и повестка дня которые ставят неомодернисты они они их черпают из раннего средневековья что эта повестка дня в раннем средневековье давно изучена вот вы можете обвинять современных неомодернистов в расширении повестки дня они скажут извините вот вы нас обвиняете там педофилии или еще в чем-то разве истоки педофилии не зажидится в вашей классической мусульманской традиции вашим имам бухари который приводит пример о том что аиша сочеталась браком с пророком мухаммадом в шестилетнем возрасте и таких примеров могут набросать вагон и маленькую тележку апеллируя к богословам средневековья употребление вина посмотрите ханафитские авторы какая серьезная полемика идет у мусульманских ханафитских авторов допустимости и недопустимости вина если вы эту полемику не знаете не изучали труды то надо ее как минимум изучить и понять что это имело место быть поэтому наверное конечно границы всегда должны быть как я уже пример привел что религия как хорошие тормоза в дорогой машине но мысль ограничить невозможно человеческий разум будет пытаться осмыслить и поставить разные формы то что сейчас переживает протестанты католики и вот эту повестку дня которую сейчас они вынуждены под изменчивый мир прогибаться да вот даже зная последние дебаты в римско-католической церкви по поводу однополых браков мы видим что духовенство католическое разделилось на те которые сказали все равно мы будем венчать мы будем благословлять мы разрешаем священно началии даже священно начали наших кафедрах и есть представители классического мне сейчас трудно судить чем эти баталии закончится я думаю что всегда будет вот с таким противовесом сегодня будет торжество одних мыслей идей зависимости от географии других очень многое определяет вообще формат развития общества я привожу пример был имам парижской мечети такой взрослый человек когда мы приехали Париж осваивать дети мигрантов нам некогда было права качать как нашим детям и внукам мы 24 часа работали для того чтобы прокормить наши семьи и вот те кого мы ради кого мы бились чтобы у них было высшее образование хороший быт сейчас они качают права чтобы получить от французского правительства пару тысяч евро и дальше громить машины общество его техническое развитие оно на мой взгляд всегда будет задавать некую повестку зажравшиеся если хотите общество которое решило многие проблемы оно будет актуализировать то что например для жителей села или какой-то республики абсолютно не является актуальным но из-за того что есть интернет технологии сейчас это становится в односекундно известно популярно в любой точке планеты то что может быть для твоего кавказского региона не характерно но через интернет как вы сказали подводит некую базу те же хадисы те же аяты но это было всегда Расул Фенде во всей эпохе мусульманские богословы отстаивая свою точку зрения всегда подводили в качестве базы те же хадисы те же аяты и разные мысли между собой конкурировали поэтому конкуренция различие мнений плюрализм он характерен для ислама и будет до скончания веков и победа происходит только тогда когда власть имущие роднятся с доктриной вот захотели правящие халифы аббасидов признать мутазилизм в качестве доктрины на целые столетия при мамуне и его последователях именно мутазилизм стал доктриной аббасидского государства захотели фатимиды в 10 веке чтобы именно шиитская доктрина стала основой государства они ее насаждали и основали аль-азхар шариф фатимидское шиитское государство прошло немного времени сейчас она является кузницей кадров для мусульман суннитов 30 лет назрат салафиты ваххабиты так называемые рассуждая о том где бог можно управлять машиной нельзя переформатировались сейчас в новые общества поэтому я уверен что ко всему этому нужно относиться изучая анализируя не допуская чтобы были нарушены действительно какие-то вот ценности которые угрожают жизни людей угрожают жизни социума жизни общества как такового а я уже вот привел пример в начале лекции статистику сокращения численности российского населения что действительно у нас очень серьезная повестка дня традиционная консервативная повестка сохранение семьи сохранение брака сохранение всего остального как это удастся реализовать покажет время все еще раз благодарю вас за внимание за ваши интересные вопросы вот если у кого будут в дальнейшем вопросы пожалуйста в фейсбуке меня можете найти задавайте отправляйте пишите постараюсь ответить вот эти книги которые здесь мы презентовали это вот основа модернистского движения две работы крупнейших авторов али-афгани и мухаммада абдо именно с них начиналось обновленческое движение в исламе в 19-20 веке поэтому наравне с татарскими богословами изучайте на языке оригинала на арабском языке этих авторов и нащупайте ту интересную обновленческую мысль если это станет кругом вашего научного интереса да хранит вас всевышний господь саляму алейкум мир вам и благодействия всевышний